Я считаю, что вообще правительство в этой ситуации допрашивать бесполезно, потому что у нас вообще правительства в классическом понимании этого слова нет. У нас есть филиал офиса президента, я поясню, почему я такого мнения придерживаюсь. Потому что когда, ну представьте себе правительство, которое понимает, что надвигается в ноябре, все врачи говорили об этом, кризис, что ему выделили деньги, оно выделяет направление и действует по направлению. И по команде из офиса президента забирают половину этих денег на строительство дорог. Что должно было сделать нормальное правительство, которое чувствует ответственность, которое понимает, что придется отвечать. Они бы брыкались, они бы сказали, нет, это направление у нас на лекарства, это направление на кислород, на аппараты, на строительство новых больниц. Что произошло в действительности? Они тупо взяли под козырек и отдали половину денег на большое строительство, так называемый эффектный проект пиар-компании президента. Причем я убежден, что если бы офиса президента потребовали отдать все деньги, они бы тупо взяли под козырек и отдали бы все. То есть они на самом деле сегодня настолько несамостоятельные и не понимают профессиональной степени своей ответственности, что дальше произошло следующее. Вносится бюджет, который показывает, что бюджетный процесс проходил абсолютно оторвано от реалий жизни в стране. Ну не может быть сегодня рост там офиса президента, там на него расходов на 500 миллионов или плюс 3 миллиарда на службу безопасности страны, при том, что практически уменьшаются выплаты на новорожденных детей, что нет, не соблюдается норматив платы на медицину. Должен быть 5% от ВВП, у нас 4, а это все конкретные большие деньги. И так вот еще раз возвращаясь к тому, что почему люди сегодня с таким страхом ждут вот этого локдауна, потому что они понимают, что правительство их не защитит. Потому что они понимают, что тех денег, которые выделяются сегодня по предложениям президента по этим трем законам, явно недостаточно. Я даже сейчас не беру Европу, где там сотни миллиардов евро выделяет Германия, Польша там и другие страны на поддержку своего бизнеса, вообще на поддержку людей. У нас просто нет грошей на это, на такую поддержку. Смотрите, у нас деньги есть. Просто нельзя платить силовикам столько денег. Я сейчас армию не беру. Я беру силовые структуры и тех, кто получает каждый месяц, каждый год больше и больше денег. Нельзя так поступать со страной, со своими людьми в период, когда всем тяжело. Так не бывает. И поэтому люди не верят, правительство понятно, они просто как бы выполняют то, что им говорят. Но нельзя так поступать со страной. И почему мы брекаемся и выступаем против того, что принимался такой бюджет? Потому что стон стоит в областях, в регионах, когда приедешь туда и видишь, что там происходит. Поэтому завтра будет разговор. Понятно, что мы будем протестовать. Понятно, что мы... Вы не будете голосовать? Ваша фракция не будет поддерживать? Нет, в таком виде безусловно. Да я вообще считаю, что в таком виде невозможно за него голосовать никому. Потому что завтра придется отвечать перед людьми, как вообще кто мог за него голосовать. Когда идет бюджет строительства полицейского государства, снищающего население. Кто вообще за это будет голосовать?